ПОДПИШИСЬ! Здравствуйте! Алматы, привет! Безумно рада видеть вас. Чтобы вы понимали, я сама уроженка города Алматы. 28 лет я прожила здесь и 9 лет у меня не было в Алматы. Из Алматы я уехала в Москву, а Москву променяла на Мерсин. И уже 14 лет я живу в Мерсине и очень счастлива. Так, пульт. Есть кто знает, что такое Мерсин и с чем его едят? Что за регион? Мало. На самом деле очень много, я рассказывала о Мерсине много лет, но в последние годы Мерсин набирает колоссальные обороты. И очень много застройщиков, агентств недвижимости заходят на этот рынок, заходит очень много инвесторов. Почему, сейчас мы с вами разберемся. Немножечко еще расскажу о себе, чтобы вы понимали, кто я. Я директор, соучредитель агентства недвижимости, лицензированный риэлтор. С 2009 года работаю на рынке недвижимости Мерсина. Очень много проектов было продано. Более 5000 клиентов у меня на миллиарды евро продавали недвижимость. 22 тысячи подписчиков у меня на YouTube-канале рассказываю о Мерсине, о жизни, о природе, о погоде, о законах, о ВНЖ, о всех очень важных и полезных темах, ну и в том числе о приятных. Обязательно подписывайтесь, вам будет не только полезно, но, надеюсь, и приятно. Сама я инвестор в Мерсине очень хорошо зарабатывает деньги. Работа, риэлторство – это процесс, который я безумно люблю, но хорошие деньги мы зарабатываем именно на инвестициях. Ну, немножко похвастаюсь, около 11 квартир у меня строится в Мерсине. Почему? Потому что 100% моих инвесторов, в том числе я, зарабатываем за год 100% в валюте. От 50 до 100% я прогнозирую рост цен в этом году. Но, опять-таки, как мои коллеги из Турции уже рассказали, есть определенные факторы, которые немножечко притормозили рост цен в Мерсине. Я мать троих детей, моя младшая дочь никогда в жизни не носила шапку, сапоги и не видела снег. Ей 4,5 года. О Мерсине не могу говорить долго и взахлеб. Это очень красивый регион. Этот город, в котором 2 миллиона жителей, который имеет прекрасные песчаные пляжи. 9 месяцев в году мы купаемся. У нас вся инфраструктура для постоянного проживания. У нас университеты, 4 университета, к слову сказать, один из которых, как МГУ, на 50 тысяч студентов. Город современный, динамичный и очень красивый. К слову сказать, у нас не жарко летом, нет высокой влажности, поэтому лето у нас переносится очень легко. То есть 30-32 отлично переносится. Зима у нас, как у вас сегодня. То есть я приехала к вам из своего лета в зиму. У нас где-то 15 градусов зима. Зима у нас январь-февраль. В декабре мы еще можем купаться, в марте у нас уже 25. Очень много у нас исторических достопримечательностей. Мерсин входит в зону сейсмобезопасной зоны, поэтому у нас памятники архитектурам, которым по 2-3 тысячи лет. Еще древнегреческих памятников у нас сохранилось очень много. Опять-таки, про Мерсин можно говорить много. Если будет интересно, подходите на стенд Б-12, я расскажу вам подробнее. Расскажу вам об особенностях рынка недвижимости. Почему Мерсин, почему он отличается? Ну, во-первых, у нас высокоэтажное строительство из-за сейсмобезопасной зоны. Первый небоскреб в Турции был построен нигде в другом месте, как в Мерсине. И часто Мерсин сравнивают с Бенедормом или с Майами. Именно по своей высотности. В среднем у нас где-то 15 этажей здания. Хотя есть и здания, и по 40, и по 50 этажей, и по 20, и так далее. Всегда у нас это близость к пляжам. Город очень вытянутый в длину. Почти всегда это пляжи. И объекты, которые мы с вами рассматриваем, они будут, скорее всего, не дальше, чем 500 метров от моря. Отличная инфраструктура для жизни. Школы, садики. Все на очень хорошем уровне. У нас в Мерсине газифицированные районы. Есть уже с газом, то есть с газовым отоплением. Несмотря на то, что зима у нас очень условная. Все районы Мерсина, ближайшие 2-3 года, будут газифицированы. И, к слову сказать, после президентских выборов с мая месяца, и по сегодняшний день у нас было объявлено, что газ бесплатно, счета не приходят. То есть, вернее, приходят нулевые счета. Газ гражданам Турции, иностранцам, всем газ бесплатно. Вот такой подарок от Эрдогана. До начала строительства тоже очень важный момент. У нас объекты раскупаются на стадии строительства. Допустим, в прошлом месяце нам застройщик выставил проект, хороший, сильный застройщик. 104 квартиры. Эти 104 квартиры, когда еще не начато строительство, были проданы за 3 недели до начала строительства. Ну, то есть, как бы котлована еще пока нет, уже купить нечего. Нового, готового от застройщика в Мерсине фактически не существует. Все продается готовое, новое от инвесторов, либо со вторичного рынка. Застройщики продают на котлованах. Что является триггерами, рычагами роста цен на недвижимость в Мерсине? Ну, во-первых, у нас очень большой спрос от иностранцев по политическим причинам. В частности, это Россия и Украина. Отказ от выдачи туристического винодожительства. То есть, те, кто хочет жить в Турции, вынуждены купить недвижимость, потому что периодичные ВНЖ на основании долгосрочной аренды они уже получить не могут. Выдача турецкого гражданства. Относительно низкая цена. То есть, я тоже прогнозирую, что около миллиона долларов будет следующего года стоить турецкое гражданство. Сейчас это стоит 400 тысяч долларов. 100% успеха у нас получением нашим клиентам турецкого гражданства. В том числе, граждане Казахстана очень успешно получают турецкое гражданство. К слову сказать, в Мерсине за эти деньги можно купить от двух до четырех отличных проектов недвижимости, которые мы также возьмем в управление и будем сдавать в аренду. У нас повышен контроль качества над строительством. У нас подорожали стройматериалы. Опять-таки, по причине того, что очень много материала идет в пострадавшие от землетрясения региона. И самым важным триггером роста – это открытие нового аэропорта Чукурова в Мерсине. Это будет второй хаб, второй транспортный узел в Мерсине. И у нас есть сейчас аэропорт Адана. Про аэропорт чуть позже расскажу. Аэропорт Адана сейчас мы прилетаем. Из Алматы прямых рейсов туда нет. В этом году были открыты прямые рейсы в Москву. Пять городов Германии летают напрямую. Поэтому у нас в Мерсине очень много бельгийцев, голландцев, немцев, потому что у них есть прямые рейсы. От Аданы до Мерсина, то есть Адана – это соседняя область, 92 километра. Новый аэропорт будет 40-45 километров от Мерсина. Это на самом деле грандиозная стройка Турции стоимостью 357 миллионов евро. Можете зайти на официальный сайт Турции, как говорит Сейшала, в этом году, в октябре, к столетию Республики Турция. Этот аэропорт будет запущен, потому что 5 мая этого года уже был тестовый полет. Он прошел успешно. Сейчас идет отладка оборудования и запуск самих терминалов. При, естественно, открытии аэропорта популярность Мерсина будет выше. Естественно, инвестиционный потенциал и рост цен там будут очень быстро растить. Я прогнозирую, что при открытии аэропорта и последующие 2-3 года у нас будет колоссальный прирост к цене. Среднестатистические цены. Скажу, какие минимальные от и какие у нас сейчас средние цены. Квартиры на стадии строительства у нас в среднем стоят 55 тысяч евро. Это квартира 1 плюс 1 с отдельной спальной. В принципе, есть предложение у меня на стенде от 49 тысяч евро. Сейчас я расскажу, в каком состоянии эти квартиры, что из себя представляют. 2 плюс 1 в среднем по городу стоит 75 тысяч евро. Есть у меня предложение за 65 тысяч евро с двумя спальнями, с двумя санузлами. И 90-95 тысяч стоит в вашем 4-комнатной квартире, то есть в нашем случае квартиры с тремя спальнями. Перспектива рынка недвижимости Мерсина. Чтобы вы понимали, что Мерсин у нас лидирует в Турции по приросту цен. То есть он опережает крупнейшие города Турции именно по приросту к себестоимости. У нас последние 14 лет, я повторюсь, я работаю в Мерсине, с 2020 года у нас каждый год удваивается цена. То есть на 100% вырастает цена. Занимают первое место в Турции по покупке иностранцами. Новостройки у нас продаются с беспроцентной рассрочкой на 12-18. Ну даже есть, кстати, на 2 года рассрочки. Обычно первоначальный взнос 50%. Мерсин привлек очень много клиентов покупательной недвижимости именно с внутреннего рынка. Очень много к нам переехало. И Мерсин был первым оплотом безопасности со стороны регионов, которые подстрадали от землетрясения. И у нас очень много переехало с этих регионов, которые боятся оставаться в этой зоне. Они покупают недвижимость, открывают бизнес и начинают, в общем, новую жизнь уже в сейсмобезопасной зоне. ВНЖ в Турции дают или не дают? Тоже очень много слухов. ВНЖ в Мерсине дают замечательно. Ни одного отказа по покупке недвижимости в ВНЖ не было. Есть возможность продлить имеющийся ВНЖ, туристический ВНЖ на основании долгосрочной аренды. Получить его очень просто. Достаточно купить недвижимость экспертизной цены 75 тысяч долларов. Что такое экспертизная цена? В Турции есть три цены. Рыночная, по которой покупают, продают. Кадастровая, по которой оценивает государство, с которой платим мы налоги. И экспертизная, как ее оценивает независимый эксперт. Бывает так, что экспертизная цена 75 тысяч долларов дороже, чем рыночная стоимость. Допустим, у меня есть предложение за 65 тысяч евро. Экспертизная цена ее показывает 75. Это квартира 2 плюс 1. Допустим, есть квартира за 60 тысяч евро. Экспертизная цена ее показывает 75 тысяч. То есть это не значит, что мы должны купить на 75 тысяч. То есть мы сначала должны смотреть на документы. Прежде чем мы заключаем договор купли-продажи с клиентом и берем какие-то с него деньги, мы делаем все предэкспертизы, чтобы гарантировать, что клиент у нас, если хочет в НЖ, что именно по этой квартире он в НЖ получит. Получает вся семья. Для этого нужно иметь собственность и иметь апостелированные документы о браке и свидетельстве о рождении несовершеннолетних детей. К сожалению, другие родственники, братья, сватя и так далее в НЖ получить не могут. Только первая линия. Можно получить в перспективе турецкое гражданство. Для этого нужно жить, любить Турцию, знать турецкий язык через 5 лет. И тоже у нас есть 100% успех получения в НЖ на основании проживания в Турции. Для этого можно находиться не менее 9 месяцев на территории Турции. Документы на оформление в НЖ я уже сказала. Все документы делаются на территории Турции. Вам нужно апостелировать ваши документы о свидетельстве о рождении и о браке. Турецкое гражданство. Тема тоже очень хорошая, популярная стала в последнее время. Получить его реально. Нужно купить недвижимости кадастровой стоимости 400 тысяч долларов. Опять-таки это не значит, что должно быть на 400 тысяч куплено, может быть и меньше. И объекты в таком случае подбираются особо тщательно. И они должны быть от гражданина Турции или от турецкого застройщика с вот такой показанной кадастровой стоимостью. К сожалению, в Мерсине кадастровая стоимость невысокая. Ну и поэтому у нас налоги при оформлении и на владение невысокие. Расскажу о нескольких объектах недвижимости. Что из себя представляют вот такие объекты в Мерсине. Итак, допустим, есть реальный проект, который находится... Кстати, сфотографировав QR-код, вы можете перейти на видео-обзор конкретно этой квартиры. Где я рассказываю его плюсы и минусы. Смотрим аэросъемку, смотрим 3D-визуализацию. Планировки квартир представлены таким образом. Здесь у нас арпач-бахшиш. То есть, если вы приедете, увидите, что Мерсин это на самом деле очень большая стройка. Здесь у нас один блок на 10 этажей. Есть квартиры студии и есть квартиры 1 плюс 1. К слову сказать, студии в Мерсине появились только 2 месяца назад. Не было такого формата, как студии. Вот сейчас появились, и студии раскупаются быстрее, чем выпечка свежая. Сейчас состояние строительства. Конструктив уже готов. В Турции квартиры сдаются полностью с чистовой отделкой. Санузлы все под ключ с зеркалами, смесителями, шкафчиками, плиточкой и так далее. То есть, все кроме ершика там присутствует. Кухонный гарнитур с каменной столешницей. Пол, ламинат, закатанные стены. То есть, заходи за нас холодильник, диван и живи. При этом в комплексе у нас хамам, сауна, бассейн, парковки, закрытая охраняемая территория, ландшафтный дизайн, зона барбекю. То есть, все для нормального цивилизованного проживания. То есть, мне уже непонятно, почему оно может быть по-другому. Потому что, поверьте, к хорошему привыкаешь быстро. И вот такой формат жизни, он считается нормальным. Цены 36 500 евро за квартиру, студию. Цена зависит от этажа. Чем выше, тем дороже. Потому что, вид, квартира 1 плюс 1. Из себя представляют прихожую где-то 6 квадратных метров. Санузел 5 квадратных метров. Салон, кухня с гостиной 25 метров. Терраса 7 метров. Гардеробная 7 квадратных метров. 14 метров спальня. И балкон 4 квадратных метра. Вот это стоит 63 000 евро. Все это можно купить в рассрочку беспроцентную до года. И если есть вся сумма, то можно получить 5% скидки при полной оплате. Понравилось предложение? Смотрите, указываю площадь 45 брута. Чистыми это будет где-то 37-38 квадратных метров. Опять-таки, на стенде у меня есть планировки и детали. Все типы планировки у меня расписаны. Переходите на YouTube-канал, там ссылочка есть на сайт, где вы можете все детали посмотреть. Квартира. То есть 36 500 это единственное предложение. Мельсине, чтобы покупали, понимали. Но такие проекты расходятся действительно очень быстро. 39 000 евро. Есть 6 или 7 видов планировки. Максимальная площадь 51 квадратных метр. Студия со своей гардеробной комнаты, с террасой 7 квадратных метров, с хамамом, с сауном, с бассейном, с детскими спортивными площадками и как положено все. В рассрочку на год 5% скидка при полной оплате. Здание у нас будет сдано, комплекс будет сдан в октябре следующего года. Сейчас у нас конструктив третьего этажа. И как будто было бы этого мало, в рамках выставки на этот проект у нас есть спецпредложение, спецподарки. Это два велосипеда, вытяжка, духовка, плита. Предложение действует в течение 20 дней после выставки. По QR-коду тоже можно все это посмотреть. Квартиры 1 плюс 1. Замечательно подходит под Венжи. Обращаю ваше внимание, что цена 62 тысячи евро, когда объект будет готов, естественно, его экспертизная цена будет более 75 тысяч долларов требована для Венжи. Обожаю эту локацию, потому что идеальные песчаные пляжи. Ширина пляжа, чтобы вы понимали, где-то 20 метров. Чистое море, пологий заход, элитная недвижимость. То есть перед комплексом стоят виллы стоимостью миллиона и больше долларов. То есть это элитный поселок, где в основном проживают бельгийцы, голландцы, немцы. Здесь у нас сейчас состояние закончилась заливка фундамента. Готовность в конце следующего года. И выше третьего этажа, то есть выше кроны деревьев, вы видите море 180 градусов. Вся инфраструктура рядом, базар по вторникам, торговый центр, школа, лицеи, аптеки, дискотеки. Все, все, что вам нужно в пешей доступности. И прекрасный песчаный пляж с чистейшим морем. С выставки мы начинаем старт продаж. То есть сейчас мы видим первую цену. Тоже проект подходит под ВНЖ Чешмели, где традиционно проживают иностранцев. Только в Чешмели я продала более трех тысяч квартир. Здесь у нас новый проект 400 метров от моря. Квартиры 1 плюс 1 от 59 тысяч евро. И квартиры 2 плюс 1 от 79 тысяч евро. Сейчас ведутся только фундаментные работы. И квартиры можно купить в рассрочку до года. Отличное предложение. Тоже его очень люблю. Здесь квартиры 1 плюс 1 от 49 тысяч евро. В рассрочку. С возможностью скидки 5% при полной оплате. Рядом шикарные пляжи. Если зайдете на мой инстаграм, на мой ютуб, то посмотрите. Я очень люблю отдыхать на этих пляжах. С детьми изумительной красоты место. 150 метров от моря. Близко от моря. Базар. Рядом школы. Две школы. Супермаркеты. Отличная транспортная доступность. 2 километра крупный госпиталь. Банки. Все, что вам нужно в пешей доступности. Здесь вы также можете посмотреть аэросъемку от этим проектом. Про скидку 5% сказала. Возможность получить вид на жительство на этот объект. Люблю чешмели, потому что я там живу. Потому что у меня там много друзей. Потому что я там много продала. Отличное, красивое место. Почему люблю? Потому что это в окружении цитрусовых садов. У нас 2 километра от цитрусовых садов. Зима у нас самое красивое время. Потому что Мерсин это цитрусовая столица. И Мерсин кормит всю Турцию цитрусами. И очень много цитрусов произрастает именно в Мерсине. Красивый вид, красивый запах. То есть все сады желтые, оранжевые от вызревания плодов. Здесь у нас квартиры 2 плюс 1 от 79 тысяч евро. 3 плюс 1 с тремя спальнями от 94 тысяч евро. 200 метров от моря. Чтобы вы понимали, инфраструктура комплекса настолько колоссально классная, что там даже есть собственное футбольное поле на территории комплекса. Это все, это только вершина айсберга, совсем вершина. Очень много проектов можем посмотреть и на стенде, и приехав нам в Мерсин. Я как руководитель агентства недвижимости с колоссальным опытом, с хорошими продажами могу выбирать себе партнеров, могу выбирать себе застройщиков и говорить, что этот хороший застройщик, этот плохой, потому что репутация и достроит, и достроит. Застройщик это и мое имя, и моя репутация, и мой бизнес в том числе. И могу сказать, что застройщик хороший, но построил вот этот объект, он не очень удачный. И я вам, мой друг, не советую, потому что мои клиенты со мной дружат годами. И я вам не могу потом сказать, вот вам кто-то это продал, а теперь я вам перепродать это дороже не могу. То есть сдать квартиру в аренду, перепродать, получить вид на жительство, гражданство и так далее, все полным циклом, мы это делаем. У меня очень хороший штат сотрудников и очень большой офис. Посмотреть можно онлайн, приехать посмотреть, можно 3 дня проживания, трансфер, бесплатный случай покупки. Вам Мерсин очень понравится, я вас уверяю. По этому телефону можно связаться с моим отделом продаж. Ребятишки молодцы, работают хорошо. Всегда все под моим контролем. Больше предложений вы найдете на YouTube-канале. Вы помните, что там очень крутая информация. Сосканируйте, подпишитесь. Я думаю, что вам понравится. Делаю обзоры не только недвижимости, но и только коммерческий контент. Но и в целом о душе, о жизни, о том, сколько стоят цены на базаре. Почем у нас нынче помидоры. Каждый месяц делаю такой обзор. Ну вот как бы, вот все вот такие вот вещи, говорю не только о недвижимости. Сайт, где актуальные предложения. Мерсин, это большая динамика роста цен, поэтому для поддержания актуальности сайта у меня отдельный человек, который следит, чтобы цены были всегда актуальны. Звоните по телефону WhatsApp. Люблю, жду в Мерсине. У меня с собой визиточки. Кому нужно, пожалуйста, я раздам. Приходите в стенд B12. Это где фотосона, где кафе. На вопросы нет времени? Если есть какие-то вопросы, нам выдели одну-две минуты, буду готова ответить. Супер вопрос. Значит, смотрите. Опять-таки все ваши вопросы у меня записаны уже, ответы на ютубе. 40 минут я про это рассказываю, расскажу коротко. От иностранцев до, разница между покупкой иностранцами и турками небольшая. Налог одинаковых, разница только в экспертизе. Наличие экспертизы. Цена 9 тысяч лир. 9 тысяч лир. Не понимаю, сколько в тенге, я не переведу. Почитайте сами. И необходимость справки в Бельгизии, справка об обменной операции. В целом, оформление недвижимости в Турции стоит от 1 до 2-2,5 тысяч долларов. Это все под ключ с переводчиками, с экспертизами, с налогами и так далее. Естественно, еще, кстати, особенность в Турции, что оформить собственность вы можете даже до завершения строительства. Условно, купили вы квартиру на 15 этаже, застройщик начал ТАПУ выдавать на стадии 5 этажа, вы получаете свидетельство о собственности, а квартира еще не построена. Ну, то есть, как бы, для вашего комфортной безопасности. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.